В недалеком будущем региональные авиаперевозки ждут большие перемены, уверены эксперты отрасли. На круглом столе в Наринмаре обсудили возможности развития маршрутной сети, снижения сдержек и перспективные технологии авиастроения. Самолет на воздушной подушке, вертолет на сжиженном газе и даже старый добрый Ан-2 в новом качестве. Вот далеко не полный перечень идей российских авиаконструкторов. Слово моему коллеге Дмитрию Щепанову. Новейшее навигационное оборудование, ЖК-дисплей в кабине пилотов, заостренный нос. Только двойное крыло да знакомый фюзеляж выдает в этом самолете старушку Ан-2. Сибирский институт гражданской авиации проводит глубокую модернизацию самолетов. Повышается их экономичность и скорость. Модернизированный самолет можно заправлять керосином вместо авиационного бензина. Он летает дольше и быстрее, комфортабельнее и безопаснее. К примеру, выполнять управляемый полет на скорости в 45 км в час не способен ни один современный самолет. Сами разработчики говорят, что модернизация Ан-2 не панацея, но она даст российским конструкторам несколько лет на разработку замены Аннушке, пока это не сделали зарубежные фирмы. Между тем, с каждым днем нарастает потребность в универсальном региональном самолете, таком, который мог бы эксплуатироваться в любой части страны, легко ремонтироваться и потреблять как можно меньше дорогого авиатоплива. Почему мы на всех уровнях поднимаем вопрос о создании единого типа регионального самолета? Потому что авиация не терпит как минимум двух вещей. Она не терпит суеты и мультяшения. Похожая ситуация с вертолетным парком. Ми-8 нуждаются в обновлении, так как не только износились, но и устарели морально, отстав от зарубежных машин. Гендиректор Наринмарского авиаотряда Валерий Остапчук задает вопросы. Почему на Ми-8 нет, к примеру, установки автоматического зависания и спасательных платов повышенной вместимости? Почему нельзя поднять пол в кабине до уровня иномарок, а пространство под ним использовать, например, для топливных баков? Но при этом говорить о покупке иностранных вертолетов пилот не хочет. Не придумали еще западные инженеры машину, которые приблизились бы по надежности к «восьмерке». Могу сказать, мы эксплуатируем вертолеты Ми-8 МТВ с 90-го года. Налетали больше 40 тысяч. За 20 лет эксплуатации за 40 тысяч. Ни одного отказа двигателя, ни одного отказа двигателя, ни одного отказа трансмиссии. Эксперты говорят, проблема обновления парка архиактуальна. Борта, которые летают по 20-40 лет, однажды просто скажут «стоп» и откажутся лететь. Региональным авиакомпаниям предстоит нелегкий выбор – импортная техника с высокотехнологичным оборудованием на борту или отечественные машины, которые сами пилоты по надежности сравнивают с автоматом Калашникова. Сейчас, с моей точки зрения, более реальная перспектива заменять нашу технику продукцией совместной разработки, совместного производства со зарубежными партнерами. Однако конструкторам и производителям следует торопиться, иначе волну обновления авиапарка можно упустить. И вместо Ми-8 и Ан-2 «Северное небо» будут рассекать зарубежные машины, собранные на российских предприятиях. Безвозной пошлины, а значит, не слишком дорогие. Дмитрий Щепанов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Дочернее предприятие двух крупнейших нефтяных компаний страны – «Лукоила» и «Башнефть» – презентовались сегодня в Наринмаре. Для презентации новой компании в окружную столицу прибыли вице-президент компании «Лукоил» Азад Шумсуаров и первый вице-президент компании «Башнефть» Михаил Ставский. После встречи с главой региона Игорем Кошиным они отправились в культурно-деловой центр «Арктика», где и представили стратегию развития нефтяного предприятия. Алина Ваучейская продолжит тему. Нефтяная компания «Востокнау» – совместное предприятие «Башнефть» и «Лукоила» с равными долями участия 50 на 50. Новая компания зарегистрирована на территории округа в начале апреля. Она создана для совместной геологоразведки на принадлежащих компаниям лицензионных участках в Ненецком округе. Так, работы по разведке и добыче нефти будут проводиться на семи участках – Восточно-Подемейском, Нереаяхском, Саватинском, Сабриягинском, Янгарейском, Верхнеенгарейском и Северо-Ярьягинском участках. Будет реализованы проекты на данных лицензионных участках, которые в Марвине, в Башне, в Целуте, в Сейсмико, в Сейсморазведочном, последовательное войсково-разведочное, доразведочное, постановка ресурсного потенциала на баланс, государственный баланс, подготовка проектно-технологических, проведение, безусловно, всех общественных служб. Дочку Башнефти и Лукола создали по аналогии с компанией Башнефт-Полюс, которая успешно занимается разработкой месторождений Трепса и Титова. В августе 2013 года компания Башнефт-Полюс приступила к добыче нефти в рамках реализации проекта разработки этих месторождений. За последние годы было выполнено обустройство и подключение к коммуникациям 12 разведочных скважин на месторождении имени Романа Трепса. В рамках подготовки к пробной эксплуатации было построено свыше 40 километров нефтесборных трубопроводов, около 80 километров линии электропередач, первая очередь центрального пункта сбора нефти, пункт приема-сдачи нефти, напорный нефтепровод ЦПС Трепса-Варанде протяженностью более 31 километра, а также ряд вспомогательных объектов. «Пока по геологии мы получаем полное подтверждение, по дебетам пусковым, то есть идет работа, потому что нам нужна статистика, статистику наработать, работу месторождения, работу пластов, вот этим мы сейчас занимаемся. Идет активное бурение эксплуатационных скважин, эксплуатация разведочных скважин, про которые говорили, которые были запущены в работу на первом этапе. То есть все идет в плановом режиме». Создание на территории Нейнского округа еще одной нефтяной компании – залог успешного развития и огромных перспектив. Так будет создана дополнительная налоговая база для региона, дополнительные рабочие места. «Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы нефтяные компании, получившие и заключившие лицензионные соглашения на территории Нейнского округа, по максимуму сократили срок ввода месторождений в промышленную эксплуатацию. И в данном случае мы вообще присутствуем при уникальной ситуации, когда две российские компании, объединив свои усилия, это и свой наработанный практический опыт, свой научный потенциал, свои финансовые возможности, успешно реализуют первый проект». Презентовав новое нефтяное предприятие, делегация в составе представителей органов власти и нефтяных компаний отправилась на месторождение Трепса и Титова. Съемочная группа телеканала «Север» также вошла в состав делегации. Подробный сюжет о поездке смотрите в наших следующих выпусках. Алина Ваучейская, Сергей Качиков, Телеканал «Север». К другим темам. В округе отмечается низкий уровень освоения бюджетных средств. По результатам проведенного анализа за шесть месяцев текущего года установлено, что 765 миллионов рублей бюджетных ассигнований не были освоены своевременно. Уровень освоения бюджета в целом на 1 июля 2014 года составил чуть более 68%. Самое низкое исполнение у муниципальных образований Заполярный район и город Наринмар. Администрация Неницкого округа поручила всем муниципальным образованиям, а также централизованному стройзаказчику, представить ожидаемое исполнение бюджета на 2014 год срок до 1 августа. С 1 января 2015 года в округе должен заработать единый расчетный центр коммунальных платежей. Такое поручение дал в Рио главы региона Игорь Кошин на традиционной планерке. Решение принято в связи с неоплатой управляющими компаниями 250 миллионов рублей ресурсоснабжающим организациям. Задача создаваемого расчетного центра – систематизация платежей за жилищно-коммунальные услуги на территории региона. По замыслу в единый информационно-расчетный центр будут стекаться все данные от поставщиков коммунальных услуг. Сумма всех платежей будет указываться в едином платежном документе на каждый дом или квартиру, после чего он окажется в почтовых ящиках адресатов. При расчете платежей единый информационно-расчетный центр будет учитывать также полагающиеся отдельным категориям граждан льготы, разумеется, после предоставления необходимых справок. Единый центр существенно облегчит процедуру оплаты коммунальных платежей, поскольку теперь все они могут быть оплачены разумом в одном и том же месте. Вручаю городу и поселку искателям в срок до 1.01.2015 создать единый расчетный центр коммунальных платежей. Управлению строительства ЖКХ предусмотреть финансирование программного обеспечения. Всем предприятиям бюджетной сферы округа и муниципалитетов предлагаю и рекомендую платить вовремя. На планерке представили свой доклад и представители ОМВД. За прошедшую неделю на территории округа выявлено 104 происшествия, из них 20 с признаками состава преступления, 188 нарушений правил дорожного движения и 9 ДТП с материальным ущербом. Управлением внутренних дел совместно с таможней выявлены правонарушения в сфере незаконной игорной деятельности и незаконного предпринимательства в части незаконного использования товарного знака. Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что в ночь с 21 на 22 июня три гражданки 87 и 88 года рождения совершили поджог нежилых расселенных деревянных домов номер 30, 21 и 10 по улице Смедовича и номер 1А по улице Полярной. В настоящее время с подозреваемыми проводится следственная работа. Представители Управления строительства и ЖКХ НАУ посетили Тиманский сельсовет, где приинспектировали ряд объектов капитального строительства. Первым из них стала трехэтажная школа на 150 мест. Объект жизненно необходимый в поселке Индига. С тех пор, как снесли старую школу, ребята занимаются в зданиях интерната, сельского совета и в Доме культуры. Напомним, в апреле текущего года глава региона Игорь Кошин поручил возобновить строительство общеобразовательной школы в поселке. Еще одной важной проблемой в Индиге является чистая вода. На территории Неницкого округа с 2010 года действует долгосрочная целевая программа обеспечения населения НАУ чистой питьевой водой. Ее разработчик – Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Неницкого округа. Цель программы – обеспечить население региона чистой водой нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых нужд, улучшить экологическую обстановку путем реконструкции существующих и создания новых очистных сооружений. На сегодняшний день в поселке Индига уже смонтированы блочно-модульные установки по очистке воды. В ближайшее время в поселении ожидают приезд специалиста, который устранит выявленные замечания, после чего планируется запуск установки. В центре Наринмара прошла акция, приуроченная к Дню Семьи, Любви и Верности. Жителям города предлагалось ответить на вопрос, что для них значит любовь. Организатором мероприятия выступил Центр поддержки молодежных инициатив. Для россиян День Семьи, Любви и Верности – молодой праздник. Он был учрежден в 2006 году Советом Федерации и появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии. Эту пару почитают покровителями семьи. Самым важным в молодой семье Котовых является появление на свет долгожданного сына. Наверное, должны быть такие праздники, где обсуждаются такие темы, как семья. Потому что мы сами недавно стали родителями и понимаем, что у нас теперь уже своя семья есть. Да, своя семья полноценная. И мы очень счастливы, что у нас есть вот это маленькое чудо. По словам ведущего специалиста по работе с молодежью Центром молодежных инициатив Валерия Легейды, поляризация семьи и семейных ценностей среди молодых людей нашего города – главная цель проведения данной акции, которая проходит в Наринмаре уже второй раз. Такова была информационная картина дня. Телеканал «Север» прерывает свое вещание для профилактических работ. Мы снова выйдем в эфир завтра в 6 часов утра. Я с вами прощаюсь. До встречи на «Севере». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова